Знаете, в последнее время на покой уходит все больше и больше по-настоящему культовых сериалов. Но кажется, в наше время просто взять и завершить прибыльное шоу становится настоящим преступлением. Вытягивать все соки из уже завершенных проектов постепенно стало нормой. Спин-оффы, приквелы, перезагрузки и даже полнометражные фильмы. Именно поэтому некоторые сериалы буквально будут продолжаться годами после закрытия по стивенной форме. Собственно, как раз о таких проектах я и хочу поговорить сегодня. Вашему вниманию предоставляются сериалы, которые продолжат снимать после финалов. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Помимо запойных просмотров сериалов, еще мне очень нравится читать самые разные книги. Думаю, среди вас тоже много любителей почитать. И как же я понимаю, как порой сложно выбрать место, где можно быстро и выгодно приобрести книги. К счастью, на помощь всегда придет Читай-город. Читай-город – это отличный книжный интернет-магазин, в котором каждый читатель найдет книгу на свой вкус. Все удобно, легко в использовании, да еще и доставка по всей России. Заказ привезут бесплатно в ближайшем розничном магазине Читай-город. А также есть пункты выдачи по всей России и доставка курьером. Я знаю, что среди моих зрителей очень много фанатов сериала «Сверхъестественное». Поэтому, если вам близки сюжеты о борьбе со злом и мифических существах, то книга «Мерклятвий королей» точно для вас. Магическая атмосфера, глубокие персонажи и саркастичная главная героиня делают эту книгу очень занимательной. По сюжету, много лет назад в Сегрид вторглись демоны. Главным оружием против темных созданий служили четверо сильнейших магов-сальваторов. Но один из них предал своих соратников. И по его вине Сегрид поглотили демоны, а магия сальваторов надолго сгинула во мраке. Пайпер – первая из нового поколения магов, избранная для борьбы со злом. Со временем магический потенциал Пайпер усиливается, и она начинает видеть воспоминания Сальватора-предателя. Теперь девушке предстоит выяснить, как она связана с ним, и почему один из сальваторов позволил тьме проникнуть в Сегрид. В общем, ознакомиться очень даже стоит. Ну а по моему промокоду Кинолай25 вы получите скидку 25% на все книги, кроме предзаказа. Промокод действует с 25 марта по 8 апреля. Переходите по ссылке в описании и заказывайте книги, которые так давно хотели. Волчонок. Подростковый сериал от MTV завершился на шестом сезоне в уже далеком 2017 году. Казалось бы, у Волчонка вполне неплохая концовка, но внезапно историю Скотта Маккола решили продолжить в виде полнометражного фильма. В январе 23 года на стриминге Paramount Plus состоялась премьера фильма, и он оказался достаточно спорным. События летят с бешеной скоростью, формат фильма не подходит под такой сюжет. Актеры играют посредственно, и что самое важное, фильм обесценивает многие события оригинального сериала. Оценки ниже среднего от критиков и зрителей лишний раз подтверждают спорное качество фильма. Но, как бы не так, Волчонку удалось пошуметь в соцсетях, и что самое главное, собрать отличные просмотры. А когда что-то окупается в полной мере, продолжение остается лишь вопросом времени. На данный момент никакого официального анонса о продолжении фильма еще не поступало, но кажется, все к этому ведет. К примеру, в одном из интервью Толер Пози признался, что он не считает финал фильма полноценной развязкой истории. По мнению актера, по вселенной стоит снять хотя бы еще один фильм. Кристал Рид тоже считает, что еще не все рассказано. К примеру, актриса хотела бы посмотреть на следующий этап отношений Скотта и Эллисон, а также показать свою героиню как человека вне своего времени. Джефф Дэвис, в свою очередь, признавался о желании делать большое количество контента по Волчонку. При этом он не уверен, что шоу когда-нибудь снова станет сериалом. Видимо, дальше нас будут ждать только полные метры. Ну и до кучи концовка фильма катит больше на новое начало, нежели на полноценное завершение истории. Поэтому, несмотря на то, что пока никакого анонса продолжения не было, можно с уверенностью сказать, что это лишь вопрос времени. Сверхъестественное. Сериал о похождениях Сэма и Дина Винчестеров ушел на покой в ноябре 2020 года. 15 лет, 15 сезонов и 327 эпизодов. Казалось, с таким послужным списком можно даже не думать о продолжении. Но слухи о нем пошли сразу же после закрытия сериала. Спустя два года, в октябре 2022 состоялась премьера сериала Винчестеры. Можно долго распинаться о спорном качестве данного творения, но сегодня мы говорим не об этом. Изначально сериал позиционировался как предыстория оригинальных сверхов, в центре которой будут молодые Джон и Мэри Винчестеры. И вот, буквально недавно состоялась премьера последней серии первого сезона. И мы узнаем, что Винчестера вполне можно считать продолжением. Дело в том, что все события Винчестеров проходят в параллельной вселенной, в которую для помощи Джону и Мэри вторгается наш Дин Винчестер. По сюжету он уже попал в рай и ждет Сэма, который проживает свою долгую жизнь. То есть чисто технически Винчестеров можно считать неким продолжением сверхов. На данный момент телеканал не продлевал сериал на второй сезон, и скорее всего этого не случится. По словам инсайдеров, новое руководство Седаба не заинтересовано в продолжении Винчестеров. Но оставлять в покое саму франшизу сверхов никто не собирается. И руководство, и актеры, и продюсеры сверхов совершенно не против продолжения оригинала. По словам актеров, скорее всего это будет своеобразная перезагрузка, но это возможно лишь по прошествии некоторого времени, чтобы Джей и съемочная команда в значительной мере отдохнули от сериала. Кроме того, концепция мультивселенных без труда позволяет делать сериалы о других ключевых персонажах. При этом оригинал с такой концепцией не сможет обесцениться. Ну а более подробно тему продолжения сверхов я уже поднимал в отдельном ролике. Поэтому, чтобы не повторяться, переходите по подсказке в правом верхнем углу, а мы едем дальше. Ходячие мертвецы Сериал о людях в зомби-апокалипсисе без преувеличения уникальное шоу в плане своей живучести на экранах. На наших глазах сформировалась настолько большая франшиза, что закрытие основного сериала фактически ничего не значит. Да, в ноябре прошлого года оригинальные Ходячие мертвецы завершились на 11 сезоне, но вместо его мы получили целых три мини-сериала с уже знакомыми нам персонажами. То есть чисто технически вместо 12 сезона мы получили три сериала по шесть эпизодов каждый. Первый из трех мини-сериалов будет называться «Ходячие мертвецы. Мертвый город». В центре шоу будут Ниганы Мэгги, которые отправятся в Нью-Йорк спасать сына Мэгги, наживать себе врагов и, конечно же, союзников. Изначально премьера была запланирована на апрель 2023 года, но по неизвестным причинам сериал переехал на июнь того же года. Второй мини-сериал будет посвящен Дэрилу Диксону в исполнении Нормана Ридуса. По неизвестным причинам Дэрила прибьет к берегам Франции. Ему предстоит узнать, как он туда попал и почему. В сериале появятся новые персонажи, мы узнаем быт выживших во Франции, а также нам покажут новый вид быстрых ходячих и даже возможный поиск лекарства. В общем, богато. Премьера должна состояться ближе к концу 2023 года. Ну а третий мини-сериал будет посвящен Рику и Мишон, которые, к слову, заглянули в финал основного шоу после долгого отсутствия. Изначально историю Рика после его ухода в девятом сезоне должны были рассказать в формате фильма. Да и не просто фильма, а целой трилогии. По неизвестным причинам производство первого же фильма попало в производственный ад. И только в 2022 стало известно, что его переписали под формат шестисерийного мини-сериала. Нам обещают эпичную историю любви, которая расскажет о Гражданской Республике, чем Рик занимался там все это время и как он воссоединится с Мишон. Изначально премьера должна была состояться ближе к Хэллоуину в 2023 году, но по неизвестным причинам он отъехал на начало 2024 года. Кроме того, кураторы ходячих заявляют, что будущее франшизы уже расписано на плюс-минус лет 10. Поэтому здесь без вариантов. Финал основного шоу это начало для чего-то большего. Острые козырьки. Британский сериал о многолюдной семье Шелби в этом году будет праздновать свое десятилетие. За это время вышло 6 полных сезонов, ведь технически сериал уже завершился. Изначально шоу продлили и на седьмой сезон, но в 20-м году пандемия подпортила все эти планы. В ходе долгих раздумий было принято решение сделать шестой сезон финальным, а саму историю Томаса Шелби продолжить полнометражным фильмом. К сожалению, о фильме до сих пор известно преступно мало. Создатель сериала Стиви Найт заявил, что сценарий полного метра уже написан, а его съемки должны начаться в течение 23-го года. Нас ждет эпичное противостояние Томаса Шелби со Свальдом Осли в период Второй мировой войны. К своим ролям вернутся все ключевые актеры. Премьера фильма должна состояться не раньше конца 2024 года, поэтому пока что стоит набраться терпения. Но и фильм не станет финалом франшизы Острых козырьков. Уже сейчас ведутся разговоры о том, что нас могут ждать новые проекты по этой вселенной. Правда, с уже другими группировками в центре сюжета. В общем, стильные, но опасные мужички в кепках не планируют уходить на покой, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Что ж, а на сегодня, пожалуй, все, друзья. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы здесь впервые. Вступайте в мою группу ВКонтакте с новостями ваших любимых сериалов. Ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока.